Денис Дворяшин Сегодня во всем мире отмечают день защиты детей. Несмотря на совсем не летнюю погоду, у котловских детей торжество получилось жарким. Мальчишки и девчонки пели, танцевали, играли. Праздник прошел в городском ДК. Подробности у Аллы Лайковой. Изначально праздник планировалось провести в парке, но плохая погода подкорректировала планы. Торжество перенесли в ДК. В начале программы концерт от лучших коллективов города. В фойер работало множество интересных площадок. Одна из самых веселых – семейные забавы. Ребята надевали огромные ботинки и гигантские памперсы. И в этом неуклюжем виде старались обогнать друг друга. Черепашка какая-то! На площадке НИБДД ребята отгадывали ребусы, участвовали в викторинах по правилам дорожного движения и даже смогли стать частью знака «Пешеходный переход». А еще сегодня ребята рисовали, клеили, придумывали флаг дня детства, пели в караоке. Нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, нет, Дед Мороз, погоди! Например, здесь мы учимся делать флажок, который в принципе является уникальным символом любого праздника. У нас есть и русские росписи, и французские игры. Мы знакомим с играми Испании и Казахстана. Например, у казахских детей самая лучшая игра «Буруктипек». В ней участники по очереди бросают вперед мячи большие и маленькие. А в Америке любят играть в гигантские шашки. Здесь у нас проходит площадка под названием «Франция». Это распространенная игра во Франции. Называется она, как у нас, классики. Площадки с играми народов мира не случайно появились на празднике. 1 июня торжество отмечают в разных странах. Это дата – напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка. По крайней мере, так считают взрослые. У детей свое мнение. В этот день нас надо защищать от монстров, от незнакомых людей и от привидений, например. Я думаю, нас нужно защищать от злых духов. Детей нужно защищать от войн и разных бед. Там от зверей, от собак бездомных. Мои родители защищают меня каждый день. Они меня кормят, одевают потеплее, чтобы я не замерзла. И если что защищают, если я, например, там где-то в какую-то беду попаду. Отметить свой день в ДК пришло более тысячи мальчишек и девчонок. Почти все – воспитанники детских лагерей и пришкольных площадок. Праздник получился очень интересным и разнообразным. И таких летних каникул сегодня себе желают все эти ребята. Присоединились к празднованию Дня защиты детей и маленькие воспитанники детского сада «Искорка». Там прошел веселый праздник детства, радости и смеха. Этот праздник в Искорке собрал всех его воспитанников, которые очень ждали наступления чудесного летнего времени, веселого отдыха и ярких красок. Первый день цветного лета вместе нас собрал, друзья. Это праздник солнца, света, праздник счастья и добра. Нам играет паста, чтобы у нас... Праздник открыл веселый танец матрешки «Розовые щечки», который исполнили девочки из группы «Дошкаля». Там затем в гости к малышам пришли клоуны Клёпа и Ирискам, которые подарили детсадовцам немало приятных минут и изрядно повеселили ребят. «Клёпа, тебе еще больше рада видеть, Клёпочка!» Очень понравилась детишкам возможность громко покричать в конкурсе, кто громче всех скажет свое имя. «Ну, слово «три» вы громко назовете свое имя. Давайте, Клёп, помогай! Раз, два, три! «Клёп!» В течение всего праздника дети пели песни, исполняли музыкальные номера, участвовали в веселых конкурсах и пускали мыльные пузыри. Дети, это счастье? Счастья много не бывает. Продолжаем. Накануне в режиме видеоконференции губернатор Игорь Орлов, активисты, общественники, руководители и представители местного самоуправления, в том числе глава города Андрей Бролин, обсудили майский указ президента. С его учетом определяли главные векторы развития региона. Тем продолжит Елена Ларева. В течение последней недели во всех муниципальных образованиях области обсуждали майский указ главы государства о национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации наперед до 2024 года. Круглый стол на эту тему, а также по какому пути необходимо развиваться нашей территории, опираясь на майский указ, состоялся и в Котласе. Всезначимые предложения, что поступили от собравшихся на совещании, станут пунктами программы действий котласских единороссов. А накануне общие разговоры в режиме видеоконференции с участием губернатора и представителей городов, районов и поселений региона, членов партии «Единая Россия», стал общим подведением итогов муниципальных дискуссий. Разговор длился два часа, и за это время его участники обсудили и майский указ президента, и пути его реализации в Архангельской области. Глава Котласа Андрей Бролин активно включился в обсуждение важных тем видеоконференции. Например, в рамках реализации национального проекта образования Андрей Владимирович говорил о строительстве в нашем городе очень нужного объекта – новой школы. Сегодня наши школы, приближенные к южному микрорайону, переполнены. И мы, обсуждая проблемы нашей территории вместе с общественниками, с членами партии, в качестве первоочередной задачи ставим, конечно, это строительство школы в южном микрорайоне. Поэтому вопрос – какие планы у региона по строительству школ? Школу в Котласе, так же, как школу в Вельске, ни одну школу в Архангельске, поскольку в этих городах у нас очень высокая посещаемость вторых смен. Мы просто обязаны будем строить и обязательно построим. Решение этого вопроса является первоочередным. Так что строительство новой школы будем рассчитывать не за горами. О чрезвычайном происшествии в Котласе нашли пропавшего накануне школьника. Оказалось, что он ушел из дома, чтобы попасть в храм. 30 мая по социальным сетям разлетелся клич «Помогите найти пропавшего школьника». Известно, что в ночь с 29 на 30 мая он ушел из дома в деревне Ядриха. К его поискам тут же подключился ОМВД России котловские неравнодушные жители, а следственный комитет начал проверку. Пропавший подросток был объявлен в федеральный розыск. Соловики прочесали лесные массивы возле Ядрихи и опросили местных жителей и знакомых пропавшего, но безрезультатно. Сегодня стало известно, что молодого человека нашли. Как выяснилось, дом он покинул не из-за насильственных или иных причин, а чтобы помолиться в храме. Ушел с целью попасть на богослужение в храм, который располагается в деревне Ванда Курья. Не попался на богослужение в течение суток. Просто-напросто он походил по крестам всем и 31-го числа, получается, вернулся домой. О том, что школьник нашелся, следственным органам сообщили его родственники. Кстати, расстояние между Ядрихой и Ванда Курьем не менее 5 километров. Но, видимо, сила веры им помогла блудному сыну вернуться домой целым и невредимым. Солидный арсенал оружия и боеприпасов изъяли сотрудники управления ФСБ по Архангельской области у одного из скотловских предпринимателей. Из незаконного оборота изъятый автомат Калашникова, карабин, пистолет, обрез охотничьего ружья, изготовленный самодельным способом, а также порядка тысячи патронов и десяти единиц холодного оружия. Владельцем арсенала являлись котловский предприниматель и его знакомый. На обоих заведено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия и боеприпасов». В настоящее время сотрудники регионального управления ФСБ устанавливают все обстоятельства произошедшего. Владельцу арсенала и его приятелю грозит наказание до шести лет, лишение свободы и крупный денежный штраф. В Кутлосе продолжается отключение от газа домов с истекшим сроком эксплуатации внутридомового газового оборудования. Накануне без голубого топлива остались еще четыре дома. Это Заполярная 7, Гагарина 53, Свердлова 95 и 101. Для того, чтобы подача газа не была приостановлена в других домах, где планируется отключение, жители должны обратиться в свои управляющие организации, а после представить Кутлос-газсервис заключение о результатах технического диагностирования или информацию о сроках проведения капитального ремонта внутридомового газового оборудования. А вот водитель грузовика, который увидел издалека знак, который сияет слегка, и яркие полосы у рюкзака, и маму, и Светку, машину-соседку, что остановилась у зебры разметки, и руку водитель поднял слегка, чтобы мама и Светка наверняка прошли по дороге и знаком кивка сказали спасибо. Ну а пока возьмите за правила вы этот стих, пусть будет безопасный переход для двоих. К другим темам. Накануне в школе искусств Гамма по итогам года честовали выпускников детской и юношеской спортивной школы номер один и лучших спортсменов. Торжественная церемония подведения итогов учебного года Дюж проводится уже второй год подряд. В этот раз она была разделена на три блока. В первом честовали победителей Котлосской городской спартакиады, а также отмечали самые активные школы. В этом году переходящий кубок «Самая спортивная школа Котлоса» достался школе номер 18, а самой волейбольной стала школа номер 2. Во втором и третьем блоке организаторы награждали самых выдающихся спортсменов города и тех, кто подает надежды. Так в номинации «Наша надежда» победителями стали Амалия Мишатина и Илья Паутов. В номинации «Достойная смена» отметились Евгений Беляев и Варвара Слотина. А звание «Лучший спортсмен года» удостоились Вадим Стрекаловский и Милана Лужкова. Не забыли организаторы поздравить и выпускников, тех, кто в этом году закончил свое обучение не только в образовательной, но и в спортивной школе. Ну и, конечно же, не обошлось без поздравлений родителей спортсменов и партнеров Дюж. Всех тех, кто в течение года всеми силами развивал и поддерживал спорт в городе Котласе. Крути педали вместе с молодежным центром. Именно под таким девизом в субботу 2 июня в городском парке Котласа стартует велоквест «Котлас. Мой город», посвященный празднованию Дня города. Стать участником очень просто. Подготовь свой велосипед к путешествию, вспомни правила дорожного движения и успевай подать заявку до 31 мая. Ну а если вдруг подать заявку не получилось, мы ждем тебя 2 июня с 12 часов у сцены городского парка. Зарегистрируешься прямо на месте. Тебе предстоит пройти 15 интереснейших заданий, посетить 15 мест нашего города. А сделать это можно как индивидуально, так и в составе команды до трех человек. Приходи, мы ждем именно тебя. Сегодня первый день лета. Тем не менее, погода не балует. Котлашан очень холодно и ветрено. А потому многие наверняка задаются вопросом, каким же будет это лето. Конечно, долгосрочные прогнозы дело неблагодарное, ведь погода, особенно в последние годы, непредсказуема. Но у синоптиков на это лето есть свои планы. Впрочем, как и у погоды. Уже с понедельника 4 июня немного потеплеет до 12 градусов. И среднесуточная температура, судя по данным, весь месяц будет держаться на уровне 12-15 градусов тепла. А вот осадков ожидается немного. Зато второй месяц лета нас должен порадовать. Осадки в июле планируются более обильными, чем в июне. И уже с первых дней месяца, по прогнозам синоптиков, установится достаточно стабильная температура от 20 градусов и выше. Ожидается много теплых и солнечных дней. Август, как обычно, станет весьма противоречимым в плане температур. Первая половина месяца ожидается слегка жаркой, а вот во второй без курточки и зонтика будет некомфортно. Стоит ли доверять прогнозам погоды? После холодного прошлогоднего лета, когда прогноз обещал нам температуру выше среднего, доверие, мягко говоря, упало. Но мы обязательно будем ждать, что погодные капризы этим летом будут все-таки на высоте. И в Котлас придут жаркие дни со всеми их прелестями – мороженым и купанием. На 43-м году скоропостижно ушел из жизни любимый сын, муж, отец Федотов Евгений Владимирович. Прощание с ним состоится в воскресенье 3 июня в 11 часов в ритуальном зале Котласской центральной городской больницы. И на сегодня это все. Далее вас ждет небольшой блок полезной потребительской информации. Прогноз погоды Софьи Плыловой после телевитрина и гороскоп на следующую неделю. Смотрите наши новости на телеканале Котлас ТВ и в группе Котлас ТВ ВКонтакте. Теплых и солнечных вам выходных. Увидимся. Важная информация для огородников. Впервые в Котласе Плевзавод «Майский город Вологда» и магазин «Строймир» проводят выставку-продажу «Расти и процветай». Для вас качественный выбор саженцев плодово-ягодных культур, рассада, семенной картофель по ценам производителя. Скидки на садовый инструмент. На ручной минус 20%, на бензо-электроинструмент 10%. Выставка «Расти и процветай» работает 2 и 3 июня на площадке возле магазина «Строймир» на Пугачева, 22. Компания «Шикарные двери» представляет. Суперакция, замер, доставка и установка металлических дверей в подарок. «Шикарные двери» на Фрунзе 11, Ленина 18, в ТЦ Рубин, на Маяковского 44, в ТЦ Южный и в Коряжме, на улице Дыбцина, дом 2. С 12 по 19 июня Котловский драматический театр совместно с Домом Деда Мороза «Великий Устюг» проводит 5-й международный театральный фестиваль для детей и юношества «Тарарам». В фестивале принимают участие театры из Архангельской, Мурманской, Ярославской, Московской, Вологодской, Тверской и Нижегородской областей, Республики Коми и Армении. В программе фестиваля более 20 спектаклей драматических и кукольных театров. Даты и время представлений узнавайте в группах ВКонтакте «Котласский драматический театр» и фестиваль «Тарарам» в Котлассе и Великом Устюге. Или по телефону в Котлассе 219-34. Котлашаны гостей города ждут на Стефановскую ярмарку, которая пройдет в праздничные для Котласса дни 10, 11 и 12 июня с 10 до 18 часов на территории Котлассского ДК. Для вас огромный выбор саженцев и рассады, большое разнообразие колбас, копченостей, различных деликатесов, восточных сладостей и кондитерских изделий. Мед и продукция пчеловодства, растительные масла, холодного отжима, валенки и валеная обувь, мужская и женская одежда, трикотаж, товары для дома и кухни, постельное и термобелье и многое другое по привлекательным ценам. Здесь каждый найдет товар по вкусу. 7 июня с 10 до 13.30 Котласский дворец культуры приглашает Котлашаны гостей города на сказочное представление сказки Северной Двины с участием сказочных персонажей и туристских брендов Архангельской области. Матушки Зимы, Бабы Иги, Кикимыры, Лешего и Лиха Одноглазого из Ленского района, Белого Гриба и его Свиты из Красноборска, Кошки из Велегорского района. Гостей из разных волостей будут встречать Царица Клюква, Кот Ласковый и Шликуны. Сказочные герои приготовили много незабываемых сюрпризов для маленьких Котлашан и их родителей. Билеты уже в продаже. Принимаются коллективные заявки. Телефоны для справок 52515 и 25446. Здравствуйте, с вами Софья Плылова и я расскажу вам о погоде на ближайшие три дня. Наш метеовыпуск выходит при поддержке мебельного магазина «Добрый день». Мебель разная нужна, мебель разная важна. Магазин «Добрый день» – это собственное производство любой корпусной и мягкой мебели. Кухни, диваны, спальни, детские, прихожие, шкафы, стенки и многое другое. От классики до авангарда. В производстве используются современные и качественные материалы и фурнитура. На выставочные образцы действуют скидки до 50%. При заказе мебели вы получаете скидку 10% и подарочный сертификат. Магазин «Добрый день» – оригинальное решение для любого пространства. Котлас, Невского, 22. 2 июня в Котласе пасмурно. Температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. А в воскресенье 3 июня облачно. Температура воздуха днем до плюс 11 градусов. Ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы. В понедельник 4 июня в Котласе пасмурно. Возможен дождь. Температура воздуха днем до плюс 10 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление намного ниже нормы. Компания «Империя деревянных окон» – здоровое дыхание вашего дома. На этом о погоде все. Желаю всем хороших выходных. Увидимся на телеканале Котлас ТВ. При выборе окон и дверей для вас важно качество, долговечность и экологичность. Компания «Империя деревянных окон» – это производство деревянных евроокон, лестниц из массива сосны, утепленных и межкомнатных дверей. В наличии поганаж клееный, бессучковый. Современные технологии позволяют служить такой продукции десятилетия. Действует система скидок и беспроцентная рассрочка. «Империя деревянных окон» – здоровое дыхание вашего дома. Наш адрес – город Котлас, улица Кузнецова, 9, телефон 8-911-678-6191 и улица Набережная, 17, корпус 8, телефон 8-911-655-01-92. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова